Кровью и потом тонны щебня, песка, бесконечные вереницы бордюрного камня и бетона перемалываются в продолжение Саратовской набережной и создание нового городского пляжа. Почти миллиардный по стоимости. Объект долгое время был скрыт забором и уже успел сменить подрядчика. Теперь карты открыты, но разобраться в устройстве пока не совсем реально. Везде ведутся работы. Основные элементы инфраструктуры нового пляжа на стадии подготовки. Но уже сейчас здесь многое напоминает Черноморское побережье. К примеру, вот этот мол. А что людям нужно? Чтобы просто убрали забор, появился песок и была вода. Поэтому они приходят купаться уже сейчас. Первооткрыватели рабочие. Купание в прохладной речной воде – единственный способ выжить в этом песчано-бетонном аду строительства. Среди них двое в купальниках, не считая собаки. Джесси. Наталья водит свою внучку Софию в такую жару. Ждать официального открытия нет смысла. Все уже ездили на пляж, на Затон, а сейчас здесь. Терез дорогу перешли здесь. Живете рядом? Да, конечно. Как считаете, вот у нас есть стихийные пляжи, вот недалеко отсюда, есть под мостом. Перестанут люди вот на необорудованных пляжах купаться? Будут сюда ходить? Конечно. Конечно. И ближе. Уже сейчас понятно, что сюда будет три подхода со стороны улицы Вольской, по Шелковичной и вниз от Второй Садовой. Многие из этих прибрежных построек казались незыблемыми, но и они уходят к праотцам под давлением отцов городских. Новый пляж совершенно неотвратим и порой беспощаден, особенно к владельцам гаражей, пока они здесь купаться явно не собираются. Абсолютно бесполезная трата денег, государственных и всяких прочих. Почему вы так считаете? Ну, как почему? Потому что благоустройством города надо заниматься тогда, когда у него все коммунальные службы работают на 100%. У нас они работают процентов на 10-15. Город половина без воды сидит, трубы все ржавые, закопаны. Мы строим набережные. Отлично. Потемкинские деревни. С момента начала работ сроки открытия «Саратовской мечты» из песка и воды менялись несколько раз. На этой неделе мэр Михаил Исаев назвал новую дату – 4 июля. Хочу вернуться к теме для решения работы. За 10 дней пустеваем. Время этого достаточно. У нас все будет для пляжного функционала. Останутся два корпуса, которые мы там продолжим в июле месяце, часть августа. Остальное все будет заходить. Однако пляж – это не только песок, шезлонги, зонтики и раздевалки. В Роспотребнадзоре чиновникам мэрии напоминают – для начала работы, как минимум, требуется разрешение. Для его получения необходимо подать заявление и экспертное заключение с приложением протоколов лабораторных исследований воды и почвы. Такая процедура установлена административным регламентом 775, который говорит о том, что получение санопедзаключения, максимальный срок предоставления госуслуги – это 30 дней. Ну, то есть, грубо говоря, за 30 дней они должны обратиться и только через 30 дней будет решение. Или, может быть, через 20 дней, через 10 дней. В административном регламенте регламентирован только максимальный срок предоставления госуслуги, а так от загрузки сотрудников, специалистов, которые будут рассматривать непосредственно данное заявление. Заявление от хозяйствующего субъекта на получение разрешения на использование водного объекта в рекреационных целях в управление Роспотребнадзора не поступало. То есть, теоретически, в оставшееся до 4 июля время уложиться можно. Пока же в бетон закатан еще один сомнительный момент в нескольких десятках метров от купальни. К нему вас приведет собственный нос в зависимости от направления ветра – выход подземной реки Белоглинки. Какашки иногда уплывают, прям пекали, надо бы умирать. Иногда бензин, там вон это, мойки автомобильные. То есть, они все в одну, что ли, сбрасывают? Тем временем, стоки реки Белоглинки окрашивают воду в районе пляжа в белый цвет. Длинный шлейф горожане снимают на камеры мобильных телефонов. Как говорят в Росприроднадзоре, обращений для проверки качества воды у нового пляжа пока тоже не поступало. Та ситуация, которая сейчас у нас есть, не говорит о том, что эксплуатация пляжа невозможна в этой ситуации. То есть, предельно допустимые концентрации, фоновые, постоянные, не превышены. Есть опасность того, что через эту систему ливневок в какой-то момент туда попадет загрязнение. В этом случае нам надо будет его выявлять, принимать решение о дальнейшем функционировании пляжа. Публикация в СМИ является поводом для проведения проверки. То есть, когда у вас публикация происходит некий, там где написано, что нет загрязнения, например. То есть, мы ее смело берем и уходим, начинаем проверочные мероприятия по этому вопросу. Пока же саратовцы довольствуются дарами Волги на привычных местах. Классический аншлаг на диком пляже возле моста Саратов-Энгельс. Из минусов – свалка мусора и стаи бездомных собак. Из плюсов – площадка для пляжных видов спорта. Затон – место с двойным дном, где всю жизнь купаются, несмотря на запрещающие знаки. И все это от безысходности. Продолжение следует...